Долгострои под строгий контроль. Такое поручение дал Михаил Игнатьев руководителям Минстроя и муниципалитетов. Объекты, вызывающие беспокойство, не сданные в срок жилые дома, для строительства которых привлечены деньги дольщиков. Кто в списке и как можно повлиять на ситуацию, обсудили на совещании главы Чувашии и правительства республики. Глава Чувашии напомнил, не так давно правительству республики пришлось разруливать ситуацию, когда строители не выполнили свои обязательства перед дольщиками на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Едва справились с этой проблемой, как возникла новая угроза. Минстроя Чувашии ведет реестр проблемных объектов, сроки сдачи по которым уже прошли. Но инвестирование все-таки ведется, хотя и в недостаточном объеме. По красной зоне, так скажем, у нас находятся 4 объекта. Это 2 объекта компании Алзы, компания Ютон и компания Кратонстрой, соответственно. И 8 объектов, скажем так, в золотой зоне, в первую очередь это компания Сувор, Стройсфера, это объект Ново-Южный район и, соответственно, Победа, позиция номер 83 по улице Калинина. Сколько Калинина? Квартира, Калинина, людей? Порядка, если говорим по красной зоне, так скажем, по 4 объектам, 370 человек, на сегодняшний день, чьи средства привлечены, граждане, чьи средства привлечены для долевого строительства. И, соответственно, более 1700 человек, чьи средства привлечены, скажем так, в желтой зоне находятся. По всем объектам ведется мониторинг, привлекаются компании-инвесторы, которые выполняют за несостоятельных подрядчиков. Часть работ удалось договориться с отделом Финстроем и СМО-58. Оказывать содействие пытается и администрация Чебоксар. По АЛДЕ, по тракторостроителю у него одна позиция, не может заплатить за подключение к заводу, в основном, наверное, этот показатель сегодня. То есть подключение к газу в ближайшее время хочет найти средства и оплатить, тогда вопрос будет решен. По микро-району соляной у него подключение к электричеству, но на прошлой неделе мы этот вопрос решили, но в ближайшее время также должен сдать этот объект. По словам Алексея Ладокова, есть подозрение, что в некоторых случаях средства, собранные у дольщиков, уже выведены из проектов. Городские власти намерены обратиться за помощью правоохранительные органы. Именно поэтому надо тщательно контролировать код строительства каждого такого объекта, отметил глава республики. Мы не должны наблюдать, мы должны, соответственно, оценивая ситуацию, постараться максимально оказаться в содействии. Поэтому прошу здесь упреждающе действовать, упреждающе действовать. Михаил Игнатьев поручил контролировать все 12 объектов в ручном режиме и использовать все возможности и способы, чтобы они были достроены. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Дмитрий Николаевич.